Следующее видео называется «Мужик, стыдись своей силы! Мужчина, используй сука лайф!» Неужели это видео про токсичную мускулинность? Короче, стыдитесь, стыдитесь, мужчины. И чтобы ты это вид... Быть мужчиной стыдно. ...досмотрел до конца, я для тебя приготовил такой подарочек в конце. Вот я озвучу проблему в этом видео, я тебе расскажу, что с этим всем делать. Привет! Ты на канале Сука Лайф, а я Дмитрий, автор этого канала. И это видео названо именно так по определенным причинам. Стыдить... Гений Паламброза просто перед нами. ...своей силы. Сейчас вступление, как говорится, всегда начинаем с одного и того же. Вот смотри. Есть типа сила, есть слабость. Сильный, наверное, тот, кто сильнее кого-то в чем-то, а слабый, соответственно, тот, кто... М-м-м, философия. ...слабее. Логично, да? Но нет, нихуя, блядь. Сейчас сильный, это тот, кто слабее. А слабый, это тот, кто сильнее. Это ученик профессора Попова. Сейчас мы все поймете, почему это я. Сейчас, наверное, будет про Олимпиаду угнетения. Как вы думаете, сколько раз за жизнь вы слышали вот эту вот мысль? Мол, стыдись, сука, своей силы. Да, вам никто не говорил этого напрямую, мол, типа, вот ты сильнее, типа, стыдись этого. Но вам говорили, не смей обижать тех, кто тебя слабее. В частности, допустим, детей и женщин. Ну вот это, кстати, да, мне всегда казалось очень нелогичным. Типа, что значит не смей обижать тех, кто слабее себя. А как я, блядь, буду... Как я должен обижать тех, кто сильнее меня? Это невозможно. Обижать всегда можно только тех, кто слабее тебя. Поэтому это абсурд. Не обижай тех, кто слабее тебя. Это очень странное этическое предписание. Не задавай вопросов. Они тебя слабее, они не должны быть тобою наказаны. Вот-вот нельзя. Тебе этого делать нельзя, нельзя, нельзя. Ни в коем случае. И что мы в итоге получаем? Люди, люди, которые якобы в чем-то тебя слабее, на самом деле оказываются тебя сильнее, потому что ты со своей силой ничегошеньки не можешь поделать. Раз они остаются безнаказанные, а как мы знаем, там, где есть безнаказанность, всегда появляется наглость, они, соответственно, наглеют, они зарываются, и они начинают вести себя так, как будто это они тебя сильнее, а не ты их. Потому что, да даже по законодательству, ты не можешь свою силу применить к человеку, который в край охуел. Почему говорят, нельзя обижать животных? Знаете, не потому, что они не могут вам дать сдачу, как, допустим, то же самое говорят про людей. Они просто не делают того, что делают люди, будучи слабее. Животное, если оно чувствует собственную слабость, оно не пойдет на более сильное животное. Чем собака меньше, тем она, блядь, агрессивнее и наглее. То, что маленькие животные слабые не бывают, блядь, агрессивные, и не бывает, что они нагло себя ведут, это не так. Вот эти маленькие обезьяны всякие у нас, вот в Юго-Восточной Азии, они пиздец какие наглые. То есть они даже знают, что они пизды получат, они все равно лезут, потому что у них там в ряде случаев, у них инстинкт самосохранения, он отсутствует просто. То есть это хуйня, она прет, хотя она понимает, что ей, блядь, пизды дадут, а она все равно прет. В данном случае на человека, но оно засыт, а люди, люди, чувствуя свою безнаказанность, они могут вытворять вообще нехую хуйню, которая им только заблагорассудится, ведь никто их за это не накажет, вот что поймите. Вот в чем прикол-то, блядь. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Сейчас мы это прокрутим. Тут, короче, сейчас бомж будет ребенка избивать. А, нет. Ну, короче, мы не одобряем в любом случае. Там будет избиение или нет? А, не, нормально. Все, короче, тогда ладно. Могут вытворять вообще любую хуйню, которая им только заблагорассудится, ведь никто их за это не накажет, вот что поймите. Вот в чем прикол-то, блядь. Стой, там поздно, что поговорить, что не там. Давай, давай. А, ну, давай. Компот бездомный. В Киселевске местная достопримечательность. Характер, по рассказам горожан, миролюбивый. В агрессии никогда замечен не был. Вот и сейчас он старается отмахнуться и уйти от конфликта. Ух, камень, камень. Пытаются забросать камнями, обзывают, демонстрируют отличные знания ненормативной лексики. В конце концов, все пошло не по сценарию шутников. У мужчины лопнуло терпение. Когда я нечаянно плечом задел какого-то школьника, или, вернее, сказать, даже не плечом, а вот этим вот местом, потому что вот его плечо было где-то вот на этом уровне. Знаете, что он мне сказал? Он мне сказал такой бесхлявым голосом. Пацан, нахуй. Вы прикиньте, да? Сколько случаев запечатлено на видео, когда женщина переходит все границы, начинает мужчину оскорблять, начинает мужчину бить, а он стоит, ничего не делает, потому что ему в детстве сказали, «Бойся, стыдись своей силы, не вздумай обижать тех, кто тебя слабее, не вздумай...» Мне очень странно это слышать. Вот. Но я не буду ничего говорить. Дело в том, что вот по поводу детей, вот этот этический запрет на то, что, типа, детей бить нельзя, в моем случае это распространяется только на моих детей. То есть вот своих детей бить нельзя. А больше я вам ничего не скажу. Прикосновенные, они неприкосновенные, потому что они слабее. Слушайте, слушайте, ну, ладно. Поймите вот что. Я прекрасно понимаю, что значит злоупотреблять силой. Прекрасно понимаю, и это тоже абсолютно, абсолютно отвратительно. Я понимаю, почему появилось такое правило, что нельзя обижать слабых. Но также меня очень беспокоит вопрос. Как это так получилось, что твоя сила стала твоей слабостью? Это просто идеальная подменная понятия. Просто ферерично. Бля, вот гуманисты просто... Но если бы он не был такой тупой, он мог бы прочитать книгу «Генеалогия морали». В принципе, все написано. Это топовые, ребята. Вот просто вот... У меня в голове не укладывается. То есть, понимаете, да? Я вот сегодня эту мысль как-то вот понял, обернул ее в сценарий, я до сих пор в ахуе. А то вон, насколько это правдивая мысль, что сила есть слабость. Что вообще? Что к чему? Просто, просто, просто взрыв мозг, понимаете? Смотрите. Сила – это просто противоположность слабости. А слабость – это просто противоположность силы. Это как свет и тень. Одно без другого существовать не может, потому что тогда непонятно было бы, что есть что. Так же точно сила и слабость – одно без другого не существует. И вот сила и слабость – это те вещи, оценить которые, придать оценке которые, можно лишь взрыв... А что за отражение у него в окне? У него груша боксерская висит. Мне не друг с другом, иначе ну вообще никак не получится. То есть сила – это просто слабость другого человека. И всё, вот-вот-вот в чём прикол это, блядь. Так вот, я к чему, собственно говоря, всё это вам рассказываю. Я хочу, чтобы понял, в каком мире ты живёшь. Этому миру насрать на то, как оно есть на самом деле. Ему не насрать только на то, как принято. Вот принято, что женщины и дети – это слабые существа. А, это уже не передача, окей. Их все считают слабыми, значит, они нуждаются в защите. Хотя я тебе привёл доказательства совершенно обратной ситуации. К слову, в России пока что с этим делом не всё так категорично, как, допустим, в Европе или Америке. Вот там вообще жопа. Там, если ты мужчина, да, то есть у тебя между ног болтается хрен с яйцами, если твоя кожа белого цвета, и если ты вертосексуал, то всё, ты зло, блядь. Ты зло просто априори, потому что... Не вертосексуал, а гетеросексуал. Атриархат, потому что притеснение! И когда там народ начал понимать, что уже происходит обратная дискриминация, то есть все вот эти меньшинства притесняемые начали притеснять большинство нормальных... А обратного, блядь, расизма не бывает, стрелочка не поворачивается, иди нахуй. ...здоровых мужчин, которые не являются... У него, кстати, фенотип, как у негра. Посмотреть на его ширину носа и на толщину его губ. Это реально белый негр. ...пидорасами. Тогда кто-то из этого вот движения, из движения левых, сказал, обратной дискриминации не существует. Обратной дискриминации не существует. Да, конечно, блядь, ага. И вот ещё, что я хотел сказать. Я, конечно же, этим видео не призываю тебя выходить на улицу и пиздить женщин и детей. Я призываю тебя давать им отпор, если эти существа... Да, на этот случай есть канал Вавана Жапана, который это делает. ...начинают вести себя так, как будто им вообще, в принципе, всё можно, потому что они слабые. А иногда они реально себя так ведут. Да, тут ты должен понимать, что философия философии, там, социология социологии, но в тюрьму-то желательно не садиться. А законодательство... Бля, он надевает кепку в помещении, чтобы его цифальный индекс казался лучше. То есть у него нету высокого прямого лба, и он заменяет его, блядь, кепкой. Интересный приём. Но он на стороне слабых. А ты раз такой сильный, то значит зло оно в тебе, и тебя будут считать виноватым. Поэтому учись грамотно стоять за себя, не стыдись своей силы, не бойся её и применяй её там, где это нужно. А вот как это сделать, сейчас я тебе скажу. Итак, вот решение для тебя. Если ты понял мою мысль, если ты тоже считаешь так же, как и я, то адаптируйся. Заставь людей думать, что ты слабый. Тогда ты можешь сыграть на их благородстве, на их снисхождении. Бля, не пали конторы, ты чё творишь, а, сука? Да такого слабого человека, как ты. Сука, блядь, что ж ты сливаешь-то всю, блядь, полезную информацию. Понимаешь, о чём я, да? Всё, давай, пока. Всё-всё-всё спалил, блядь. Это какой-то Голковский от мира этики. Посвятил в масоны, да? Начальный, блядь, уровень. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры, всё-всё-всё-всё-всё. ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ППИССКОЙ. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...